Доброе утро! Доброго времени суток, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас! Город женщин, как всегда, работает с самого утра специально для вас. Ну что, до Нового года осталось совсем немного времени. Сейчас все занимаются дома генеральной уборкой. Кто-то решил избавиться от негативных мыслей. Кто-то хочет настроить энергетику почище себе сделать. Именно об этом мы сегодня поговорим, дадим вам некоторые советы для того, чтобы Новый год встретить совершенно в другой атмосфере. Ну а сейчас наши корреспонденты подготовили замечательный сюжет. Три классные мамочки будут делиться секретами. А о чем узнаете прямо сейчас. Всем привет! С вами Ира Ефремова и это новая рубрика для молодых мам «Мама может». В этой рубрике я и мои гости будем общаться, разговаривать на разные мамские темы и совмещать это дело с полезным. Ой, девочки, я так рада, что вы сегодня пришли. Начнем сегодня делать наши бьюти-процедуры. Сегодня мы будем делать маски для лица. Зоя, какую ты будешь маску делать? Я буду делать маску дрожжевую. Она самая популярная и любимая многими мамочками. А у меня будет белковая маска с сужающей опоры. Здорово! А у меня будет маска из меда и пищевой соды. Она очень эффективная, девочки, надо обязательно попробовать. Моя маска содержит только два продукта. Это кефир и дрожжи. Представьте себе дрожжи. Добавляем чуть-чуть кефира и к нему 10 грамм дрожжей. Они богаты микро-макроэлементами, витаминами и даже липидами. А до этого ты сколько кефира добавила? Ну, примерно один к одному должно быть. И лежишь 20 минут, не надо улыбаться, потому что они будут сильнее выйти и увеличатся морщины. Вот индийская. Аккуратно на коже. Мне очень нравятся различные маски как раз-таки из нейтральных ингредиентов. Потому что коже это женщина-ребенка, и ничего страшного из этого не произойдет. Да, и мы же уверены, что мы наносим на лицо, потому что сами выбирали ингредиенты и сами смешивали. Поэтому, мне кажется, это вообще отличная альтернатива для салонных вот этих процедур, да, которые очень финансово затратные. Ты мне поможешь, пожалуйста? Поддержишь? Да, я специальной штучкой отделяю белок от желтка. Белок очень хороший эффект, он сужает поры. Ее не надо ни с чем смешивать просто. Да, ее не надо абсолютно ни с чем смешивать. То есть самый обычный чистый молок. Просто белок. А, здорово. Ты прямо почувствуешь, как стягивает твою кожу, и ты сам будет сужаться поры. И на сколько минут? Это банк, давайте, спасибо. Давайте начнем делать теперь мою маску. Для этого тоже нужно всего два ингредиента. Это сода, как я говорила, и мед. Все по одной чайной ложке. Желательно, конечно, без горочки. Вот, без горочки добавляю. И мед. Должен быть теплый. И поэтому, если вы дома делаете, конечно, обязательно смотрите за этим, чтобы в итоге маска получилась пластичной. Она очень эффективно действует на наши клетки, омолаживает, убирает воспаление, убирает наши морщины и сужает тоже так же поры. Очень тонким слоем наносим аккуратненько и тоже оставляем на 20 минут. Ну, 20 минут пролетели маха. Давайте будем смывать маску. Ну что, как эффект от масок? Ой, я прям чувствую, как у меня кожа стала прям мягкая и прям очень приятное ощущение. На пути прям видно, прям светлое такое лицо стало. Да, освежило так. Я почувствовала лифтинг-эффект. Я прям чувствую, что моя кожа стала упругая. А у меня прям увлажнилось очень хорошо. И вот тоже чувствую немножко такой лифтинг. Милые девушки, мамочки, не забывайте о себе. Важно оставаться все равно красивыми, ухоженными. Ведь счастливая мама – это счастливая семья. Всем пока! Пока! Ну что, я думаю, эти советы пригодятся многим из наших телезрительниц. Как сделать масочки, стать красивенькой. И все это тоже к подготовке к Новому году. Ну а сейчас мы поговорим о таких вещах, как... Я с этим столкнулась недавно. Ну как недавно? Ежегодно сталкиваюсь, когда перед Новым годом начинаю все убирать. Но у меня уборка затягивается. Почему? Потому что я начинаю перекладывать. Это мне надо. Это мне еще пригодится в следующем году. Это я, по-моему, одену. А это, мне кажется, вообще замечательная вещь. Ну и что, что она 10 лет лежит. И вот здесь возникает вопрос. Как избавиться от этого хлама? Для этого мы пригласили Сарглану Тимофееву. Она является практикующим психологом. Здравствуйте, Сарглана! Доброе утро! Ну и, конечно, вот здесь возникает вопрос. Все-таки стоит копить вот это все или нужно от этого избавляться? И если нужно, то с чего начать? Ну, над этим надо работать, потому что это может быть... Это началом, как бы, признаками психического отклонения. Называется... Мы его знаем больше как синдром Плюшкина. Ну вот тут Плюшкин, вроде бы так, да? А его еще называют Хуардингом, да, или синдромом Месси. То есть это... На самом деле синдром Плюшкина – это очень серьезное психическое заболевание. Это относится к категории обсессивно-компульсивных расстройств. И там уже требуется медикаментозное лечение, да? А начинается все с малого. Оно может начаться от шапоголизма, да? Но там больше обсессизма, да? А когда накопительство, это там больше компульсии, да? То есть когда... Такие слова интересные говорите, я вообще... Сейчас я объясню, да? Обсессия – это когда вот оно больше видно у шапоголиков, да? Они очень много покупают, да? Но при этом легко могут расстаться с этой вещью, например, да? Это я. Ага, например, подарить, да? Да, дать, подарить. Они не пропускают никакие акции, распродажи. Это я. Но еще они, вот, например, яркий пример девушки, которые покупают очень много вещей, например, туфель, да? У них очень много... Например, вот в сериале «Секс в большом городе» она покупала постоянно туфли, да? Но при этом она как бы объясняет это. Она говорит, без этих 300 туфель я не буду выглядеть модной, да? То есть это уже обсессия как бы, да? А компульсия – это когда человек, например, не может найти объяснение. То есть он тащит все подряд. Например, это может начаться... Синдром Плюшкина – это кто? Это тащит все, что плохо лежит. Это обязательно где-то понадобится. Эта вещь старая, я ее на даче буду носить. Да-да-да, вот эта любимая дача, но при этом ты год везешь до этой дачи, и все это барахло, да? Да. И причем, например, тащит какое-то колесо – это мне где-то понадобится, например, да? Или есть такое вот... Он связывает это, например... Ну, такие больные люди говорят, например, да? Я как бы связываю с этой вещью что-то, например, они замещают, например. Это можно, например, сентиментальные люди, которые хранят фотографии, вещи маленьких детей, все это копится. Это неплохо, да? Если вот такого плана. Это уже начало может быть. То есть каждый человек должен научиться понимать, что здоровый психологический человек, он совсем может легко расстаться, да? То есть если, например, у меня есть вот причины, например, да? Это может быть предрасположенность, то есть это черты характера, экономичность, да? Которая может перейти, например, жадность. А, ну то есть, да, экономия вот это все, да? Нужно по второй раз все использовать, третий раз. Пакеты копят, вот эти, да, которые из магазинов носят, они вот копят годами, но при этом это нигде не используется. Например, крышки, там банки из-под консервов копятся, например, да? Или, например, у человека умер кто-то, да? И он копит все вещи, которые связаны с этим человеком. О, это тоже отклонение. Это тоже может быть началом отклонения. То есть это уже психологическая проблема. То есть проблема не в том, что я коплю вещи, да? А в том, что я с этой вещью связываю что-то, например, это называется внешняя опора. Например, человек должен же опираться на свои какие-то внутренние вот эти опоры, да? А он, например, опирается на вещи. Например, это может быть... А вот бывает такое, что от недостатка чего-то, вот в детстве, допустим, чего-то не было, да? Тех же игрушек, да? И я вот теперь дочкины игрушки складирую просто пакетами эти мягкие игрушки и все время думаю, ну, это пылесборник, а расстаться тяжело. И недавно задумывалась, а может, у меня в детстве этого не было, хотя не помню, если честно. Правильно заметили, потому что вот даже те дети, которые мало покупали подарки, сладости, да, вырастая, они вот становятся склонными к накопительству, да? То есть это уже признак того, что недополученное в детстве во взрослом состоянии может перейти вот такую патологию. Хорошо, Саргалана, вот тогда все-таки, если вот это складирование, назовем его так, да, это, ну, иногда это бывает на ранней стадии, это нормально, да? А вот когда это уже перерастает что-то серьезное, это уже психологическое отклонение. Давайте поговорим про раннюю стадию. Вот Новый год. Рванула в кладовку и начинаешь, здесь эта коробка нужна, это нужно, это нужно. Рекомендации. Как все-таки нужно, ну, психологически здоровому человеку избавляться все-таки от ненужных вещей? Вот как мы можем с себя начать или посоветовать близким? Ведь зачастую идешь к маме, убираешься там, да, у бабушки. Вот рекомендации. Первое, да, человек должен задуматься, почему мне эта вещь важна, да? Да, должен найти психологическую причину, почему я привязан к этой вещи, потому что это всего лишь навсего вещь, даже если эта вещь связана с каким-то человеком, это связано с вашим воспоминанием. Если вы испытываете вот болезненное, скажем, ощущение при расставании, это уже может говорить признаков психологического, как бы, патологии, да? То есть у меня начинаются какие-то вот невротические расстройства, да? А невротическое расстройство может постепенно перейти вот это психотическое расстройство, когда становится компульсией, скажем так, да? Ну, то есть нужно как, разобраться, насколько важна она, да? Да, насколько это важно. Хорошо. И я действительно эту вещь использую, например, да, вот когда, например, стилисты приходят и проводят разбор гардероба, да, они спрашивают, вы сколько раз носили эту вещь, за последний год, хоть там, сколько-то раз одевали, да? В идеале должно быть вещь используемая. Она должна быть всегда используемой. Если нет, то лучше от нее избавляться. Если это не относится к профессии, например, есть музейные работники, да, которые, вот работа, да, заставляет их что-то. Да, 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 это про музей мы не говорим. Хорошо. Еще есть какие-то рекомендации, как нужно избавляться от вам? Первое, естественно, нужно понять, почему я так делаю, и задуматься, не замещаю ли я, например, да, через вещь что-то, например, психологическое. Например, у меня есть патологии, например, я боюсь общества, там, или еще чего-то, да? Ну, то есть нужно понять, для чего тебе эта вещь, используется она или нет, и насколько она тебе близка. У вас очень много вечерних платьев, но вы их не одеваете никуда. Лучше избавиться. Лучше избавиться. Ну, а вообще, вот если все-таки вопрос уже лично к вам, вы перед Новым годом избавляетесь от старого хлама? Да, и мне, конечно, в этом лучше всего помогают специализированные службы, скажем, да? Почему? Потому что, ну, я занята работой, и они приходят, и они не задумываются, они просто выбрасывают. Все выбрасывают, да? Хорошо, ну, спасибо вам большое, то есть, с точки зрения психологии, наверное, это все-таки полезно, да? Вот так вот устраивать генеральную уборку, разбирать вот самоанализ вот этот, для чего тебе это надо, и все-таки избавляться от старых вещей. И этому очень способствует наступающий Новый год, используйте это время и вступайте в Новый год, ну, с чистой совестью и с чистым домом. С чистым домом. Спасибо большое, Саргалана. Ну что, мы, допустим, психологически мы решили избавиться от вещей, но а куда их деть, узнаем прямо сейчас. Ну что, наводим дома генеральную уборку, а куда же деть вещи, которые, в принципе, еще в хорошем состоянии, и, возможно, кому-то они пригодятся. Мы узнаем прямо сейчас. Приветствуем Дарью Соколову и Ирину Бугаеву. Это девочки, которые являются организаторами обмена одежды свап.икт. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Ну что, рассказывайте. Во-первых, я, конечно, хотела бы сразу спросить, что же такое обмен одежды? Многие, наверное, от этих фраз уже испугались у экранов телевизора, думают, что такое пришли, сняли, одели, да? Такие, оп, забирай мне твою копию. Расскажите, что это за мероприятие вообще, кому принадлежит идея и как давно обмен одежды появился у нас в Якутске? В Якутске? В Якутске обмен одежды появился, ну, именно тот, который мы организуем. То есть, возможно, он был до этого. Ну, да. Был, да. То, что мы делаем, полтора года назад появился. Полтора года назад. Ну, почти два, на самом деле. В марте будет два года. Да. Вот, ну, кому идея эта принадлежит? Вам двоим? Ну, вообще, звезды сошлись так, что у нас одновременно появилась эта идея, можно сказать, потому что Даша у себя на странице написала про дресс-кроссинг, и я это увидела, и Даша написала, что «О, слушай, я тоже хочу организовать своп, может, объединим наши силы», и вот так это появилось здесь. То есть, на таком современном сленге мы не говорим обмен вещами, а мы говорим своп? Ну, да. Но это не то, чтобы современный сленг, это просто как это называется. То есть, на территории, там, Европы, да, и за рубежом это давно уже, наверное, такое принятое, да, мероприятие? Да. Все верно, да. Хорошо, ну, тогда вопрос. Как проходят ваши мероприятия? Весело. Да, самое главное. Да, мероприятия проходят в очень таком лайтовом формате, то есть, к нам приходят преимущественно девушки и приносят свои вещи, да, то есть, меняют их на билетики, мы придумали такие билетики, то есть, фактически у нас валюта – это билеты, а не вещи. То есть, человек приносит вещи, меняет на билеты, потом эти билеты меняет на другие вещи. То есть, человеки, люди, которые там есть, да, они друг с другом не коммуницируют почти. Ну, коммуницируют, но просто общаются между собой. Общаются, да. Но нет такого, что не нужно подходить к человеку, да. А, сказать, какая у тебя там кофта была? Да, 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 да. Ну-ка покажи, что ты принес. Нет, такого нет. То есть, мы с Ирой все развешиваем, сами размещаем, сами принимаем вещи, сами отсматриваем. То есть, у нас еще такая здраврая система отбора. Да, у нас строгая система отбора, потому что все-таки вещи должны быть в хорошем состоянии обязательно. Вот самое главное. Да, минимум две вещи, и нужно понимать, что мы не пункт приема вещей для нуждающихся. У нас все-таки мероприятие по обмену одеждой, которое ты должен принести то, что ты бы сам хотел получить, грубо говоря. Да, ну то есть и самое главное, необходимо подчеркнуть, что это все на бесплатной основе, да? Да, все равно. Это никакая не коммерция, это вот просто действительно. И зачастую там очень модные и трендовые вещи, да, такие? Все верно, кстати. Что касается трендов, для нас это тоже немаловажный фактор, потому что все-таки своп делают люди, которые на него приходят. То есть если человек старается для того, чтобы там были хорошие вещи, то есть он не приносит хорошие вещи. Но это же странно, собрать, извините меня, какой-то ветошь из дома, да, принести и надеяться, что ты это обменяешь на что-то очень крутое. Крутое, нет, здесь другая система. Конечно, да. То есть нужно принести хорошее, чтобы получить тоже хорошее. И я знаю, девочки, что на вас сегодня вещи вот конкретно с этого мероприятия по обмену, да? Ну-ка, Ира, расскажи, что на тебе? Ну, на мне водолазка и юбка. Водолазка и юбка ты вот приобрела вот там, да? Ну, не приобрела, да, это получается. Сейчас я обменяла, мы тоже приносим вещи. Хорошо. А у Даши? А у меня джинсы. Вот джинсы у меня тоже со свопа. Очень классная, тоже современная такая посадка, то есть высокая. Они здоровские. А пиджак, он не со свопа, но он с другого такого тоже интересного мероприятия, где можно приобрести вещи со вторых рук. А это чем отличается? Вещи со вторых рук? Там за деньги. Там маленько другое, там обычное, да. Хорошо. А вот обмен одежды. Если, допустим, наши телезрители сейчас, да, вот после, опять же, генеральной уборки перед Новым годом, увидели хорошие вещи, хотят прийти и произвести этот обмен. Вот где вас найти, если вы в соцсетях, и тогда ближайшее это мероприятие перед Новым годом будет, куда можно это все принести скорее к вам? Да, ближайшее мероприятие будет 15-го числа в магазине Wasteless2KT у Дуари Студио, так что мы будем вас там ждать. Это будет в 5 часов вечера. Ну, то есть, если что, все можно найти в социальных сетях, всю информацию, да? Да, конечно, обязательно. И я надеюсь, конечно, что вам удастся перед Новым годом взорвать наш город и принести тем самым пользу, да? Это самое главное для нашего мероприятия, это просто-таки польза, потому что основные цели и задачи мероприятия именно в этом, то есть... Да, расхламить гардероб и с экологической точки зрения, потому что, ну, то, как сейчас масс-маркет одежду клепает, это очень сильно влияет на нашу экологию, и поэтому одна из целей СВОПа – это поддержание лучшей экологической ситуации в мире, если можно так сказать. То есть вы еще и об экологии забудете. Ну, это обязательно, конечно. Обязательно, да? Ну что, спасибо вам, девочки, что рассказали про такое интересное движение, как СВОП. И, ну, для тех, кто, возможно, только присоединился, это обмен одеждой, и в Якутске он существует. И дай бог, чтобы это приносило пользу нашим жителям. И самое главное, что, конечно же, это все бесплатно. Спасибо вам. Вам спасибо. Увидимся. Всего доброго. Ну что, вот мы поговорили сегодня, ну, вот сейчас мы говорили о том, что нужно очищать гардероб, очищать дом от хлама, да? А давайте же поговорим про нашу энергетику, ведь это совершенно другая сфера. И для этого мы пригласим в студию Ираиду Коркину. Она является специалистом сектора этнокультурной деятельности Дома Дружбы Народов имени Кулаковского, а также Екатерину Строгову. Екатерина является кандидатом исторических наук, директором музея истории города Якутска. Здравствуйте. 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 И я вам products and tradition. И я вам audio has been watching Кулаково. Для чего? Чтобы поговорить немножко о традициях, давайте все-таки окунемся в нашу культуру и вспомним все-таки, как люди могут вот с помощью и тех самых примет народных очистить, ну, атмосферу, ауру в доме, либо свою энергетику. Давайте начнем с Ираиды. Ираида. Вот как все-таки наши предки относились к этому, к очищению вообще? Ну, методов очищения в народе саха много, но я расскажу то, что знаю. Есть травы такие, юреото и богородская, вот называются. Берут эти травы, народ саха, и летом собирают и специально засушивают. После этого они берут и кладут в специальную посуду и разжигают, сжигают и методом окуривания очищают дом. То есть окуривание это одно из таких как бы главных методов очищения. Окуривают помещение или человека? Окуривают помещение и человека тоже можно окуривать. И я немного расскажу о методе окуривания дома. Начиная с левой стороны двери юрты. Обязательно с левой стороны? Да, с левой стороны двери юрты идем по кругу, по солнечному кругу, по дому. И делаем не только некоторые произносят слова благословения, и можно и молча тоже делать такие движения. То есть если в принципе человек хочет дома, да, вот таким образом очистить свой дом, можно найти, мне кажется, эту траву несложно, да, и вот именно пройтись по квартире с левой стороны, да, двери и вот так вот по комнате, да? Да, по комнате. И приговаривая какие-то слова, да. Можно это сделать на русском языке, как вы думаете? Ну, можно мысленно. Да, главное. Да, желать себе всего хорошего, благословения. Хорошо. Хорошо. И можно еще есть такие древние такое ощущение. Есть дерево, которого ударила молния. А, его еще найти надо. Да, его надо еще найти. А молния считается это дерево, которого ударила молния, да, считается, что вот именно молния убила злого духа, который вот сидел именно вот на этом дереве. Ага, и берем оттуда кусочки лучины делаем из этого дерева. Палочки, да, такие? Ага, и в старину еще вот так делали. Ударяли стены балагана, юрты, тоже начиная с левой стороны двери и по кругу тоже. Вот этими палочками? Палочками, лучинами ударяли. И еще вот так делали. Они засовывали над дверью вот эти лучины. И как бы вот дерево, которому ударила молния, да, оно очищает именно вот входную дверь от нечисти получается. Отлично, хорошо. Давайте перейдем к славянским традициям. Здесь, наверное, тоже очень такая богатая история. Как же все-таки славяне очищали себя? История, конечно, очень богатая и такая многослойная, учитывая, что русские достаточно рано приняли христианство. И христианство очень крепко вросло в русскую культуру. Сейчас русская культура, она просто христианская, вот до мостка костей. Но в то же время сохранились и очень древние представления, таинства, обряды. Вот я сейчас думаю, что вас очень сильно удивлю. Давайте. Вот один из главных обрядов очищения, как душевного, так и телесного, мы с вами производим каждый день, да иногда по нескольку раз, совершенно об этом не задумываясь. Что же это? Главное во всех мировых культурах, главные силы очищения от всяческого зла, это вода и огонь. Согласитесь, умываемся мы каждый день. Каждый день, да? Да, когда мы умываемся, когда мы принимаем душ, мы поневоле, не задумываясь об этом, мы все равно очищаемся, если еще мы при этом подумаем о чем-нибудь хорошем, про себя произнесем какое-нибудь благословение, благодарение и так далее, то обряд будет уже исполнен полностью. Да, то есть все-таки омывание мы делаем очищения. Омывание мы делаем каждый день. Вот бывает наверняка, у вас в жизни такие ситуации были, когда ты пообщаешься с каким-то нехорошим человеком или, например, станешь там свидетелем или невольным участником какого-то нехорошего события, да, и хочется пойти помыться. Бывает такое. Бывает ведь такое. Если честно, вот от энергетики хочется хотя бы руки помыть, да? Да, хочется руки пойти хотя бы помыть. Водичкой. Вот это говорит о том, что действительно вода имеет вот такую вот силу. А что касаемо огня? Вот. Но через костер-то мы не прыгаем, наверное, да? Через костер сейчас, конечно, мы не прыгаем, но есть у нас люди, которые празднуют всерьез Ивану Купалу и через костер прыгают, но на самом деле очищающую силу огня, получает все, что связано с огнем. Это дым, то есть вот традиции окуривания, они международные, они свойственны всем народам мира. Это дым, это угли, это печь, допустим, да? Да, и это пламя свечи, безусловно. Свеча, она вообще очень такая ритуально нагруженная вещь. Вот, но самый простой способ, который мы можем применить, да, наибольшей силой, считается, что наибольшей силой обладает четверговая свеча, то есть свеча, освещенная в церкви на страстной неделе в чистый четверг. Вот так вот, да? Вот она у нас есть. Да, такие свечи люди хранят дома целый год и пользуются ими для того, чтобы очистить и для того, чтобы защитить свое жилище от всякого нехорошего влияния. Есть ли какое-то, допустим, правило, да, вот как, допустим, в якутских традициях нужно начинать именно слева по часовой стрелке, да? Святки вообще время опасное, потому что после Рождества как бы открывается граница между мирами и остается открытой до крещения. Может проникнуть в этот мир и к вам в дом все, что угодно. Нечистые. Всякая нечистая сила и заблаговременно вот этой четверговой свечой защищают окна и двери. Защищают таким образом, что свечу зажигают и коптят на дверей, начинают с дверей. Опять с дверей, да? С дверей, начинают с дверей и на косяке, на окнах коптят по три креста. Ага, то есть кресты. Да, по три креста на каждом проеме, оконном, дверном. И считается, что вот эти вот кресты копченые, они будут защищать жилище от проникновения чистой силы. Так вот, да, то есть в принципе здесь окуривание травами, здесь можно с помощью свечи, да, и вот тление свечи, да, вот лучины, да, есть. А если все-таки вот в повседневной жизни, как-то же можно вот оберегить или что-то, вот мы знаем, что Ираида сейчас нам расскажет, как же охранять свой дом, энергетику и вот именно атмосферу своего дома. Ну я вам расскажу более в современном ладу, мы все люди современные, платье у меня современное, украшения у меня современные, да, и вот у нас, у современного народа Саха есть украшения разные, да. Вот даже вот у меня, которые украшения есть, да, есть у нас солярный знак, и тут у нас солярный знак, вот тут, да. И вот я вот представляю настенное украшение, которое сделано из бересты и из конского хвоста. Вообще конь у нас священное животное. Грива, хвост, и оно имеет защитную функцию, свойство защитное. Вот современные мастерицы вот сейчас связывают вот шапочки и ленточки, браслеты, повязки, да, из конского. Все это не просто так. Оно имеет защитное свойство от нечистоты, от нечисти, от злого духа, да. А вот у нас тоже вот солярный круг, значит, это символизирует солнце. От солнца, все, что связано с солнцем, у нас вот круги, да, они вот как бы ощущают нас. То есть вот такой оберег мы повесим, да? Оно защищает тоже от нечисти и от злого духа. И вот девушка, если носит бастына, да, вот тут солярные знаки, мы себя защищаем от злого духа, получается. Хорошо. И если в русской традиции, то это подкова, наверное, да, нет? Нет, подкова, ну, вообще любой металл, он тоже считается противодействием злых, к злым силам. Видите, сколько на мне всяческого металла, который тоже всевозможные обереги. А вот он, по-моему, и звенит, когда это отгоняет. Детишки бегали вокруг дома, звоня в колокольчики и таким образом отгоняя злых духов. Вот так, колокольчики. Спасибо большое. На этом мы, конечно, с вами не прощаемся, ведь впереди у нас святки, танха, и мы обязательно поговорим о гаданиях. С удовольствием. Будет именно в дни танха. 31 декабря на каналах НБК Саха мы ждем замечательное событие. Это у нас обязательно будет праздничный эфир, посвященный Новому году. И, конечно же, мы спешим приобрести магниты Харрисхал, которые продаются вплоть до 31 декабря. И кому-то из вас прямо в новогоднюю ночь повезет, и вы сможете получить множество интересных, классных подарков. Поэтому обязательно приобретайте магниты Харрисхал до 31 декабря. Ну а сейчас я хотела бы представить вам сюжет от нашего гостя, от Анны Округиной, который поделится 10 секретами своего успеха. Спонсор рубрики «Салон обуви» Мия Донна. Шагни в новый день вместе с нами. Всем привет! В прошлой рубрике мы разобрали 5 привычек, которые необходимо выработать у себя для того, чтобы стать успешным по жизни. Сегодня я хочу продолжить эту тему. Итак, правило номер 6. Настойчивость. Не позволяй никому останавливать тебя от достижения твоих целей. Перестань общаться с токсичными и негативными людьми. Не слушай советов тех, кто пытается остановить тебя и сказать, что ты не сможешь этого достигнуть. Было ли у тебя такое, что кто-то из твоих друзей, близких, знакомых, либо даже это могут быть родственники, говорили тебе, что ты не сможешь этого сделать. Не слушай тех, кто пытается остановить тебя от исполнения твоей мечты. Двигайся по направлению к своей цели без остановки. Седьмое правило, которым я пользуюсь в своей жизни ежедневно, это не рассеивать свои потоки. Сосредоточься и сфокусируйся на достижении своих целей. Не позволяй кому-либо или чему-либо воровать у тебя время. Прежде чем заняться каким-нибудь ненужным делом, обсуждением других людей, пустыми разговорами, зависанием в социальных сетях, спроси себя, приближает ли это тебя к твоей цели. Восьмая привычка, которую я в себе выработала, это завершать все циклы действий. Выпиши все свои незавершенные дела и реши для себя, что ты будешь завершать и в какой срок ты это сделаешь. А то, что ты не будешь завершать, попросту отмени. Девятый совет от меня – это сядь на безнегативную диету. Постарайся обращать внимание на плюсы, а не на минусы. Нытиков никто не любит и никто не хочет с ними общаться. Позитивное мышление – это то, что отличает успешных людей от обычных. Если ты хочешь добиться своей цели, пожалуйста, сядь на безнегативную диету. И последнее, и, наверное, самое главное, то, что отличает успешных людей, мужчин и женщин, это умение быстро принимать решения и действовать. Это то, что нужно в себе, безусловно, развивать. И помни, что цель – это не просто мечта, а то, что нужно сделать. Я надеюсь, что мои советы были вам полезны. И я очень хочу, чтобы прямо сегодня же, не дожидаясь понедельника, нового месяца или нового года, сделали шаг навстречу к своей мечте. Мы благодарим Анну за прекрасные такие советы, как же быть успешной. Ну а сейчас я пригласила в студию Марию Куницкую. Мария у нас является художником, хендмейт-мастером, которая тоже поделится советами, но советами уже по нашей теме. Ведь мы сегодня говорили, Машенька, до твоего прихода о том, как очистить дом, как очистить энергетику. Мы говорили о том, как избавиться от старого хлама с точки зрения психологии, куда это все можно сдать, отнести и дать вторую жизнь. Ну а с тобой мы хотим поговорить сегодня о том, как же, ну знаете, как-то, как сказать, правильно организовать пространство в доме, которое мы очистили уже. Избавиться от хлама в шкафу. Вот так, давай, как мы начнем изглавляться? Хлам в шкафу, как правило, создаем мы сами. Конечно. Путем того, что либо неправильно складываем вещи, либо складываем их в попыхах, либо просто у нас нет времени, или нам кажется, что сложить вещи – это долго, это муторно. На самом деле есть такие простые достаточно приемы, которыми можно пользоваться, и вещи будут в порядке, и достаточно понятно, и красиво разложены. Ну давай, учи нас. Ну, нет, не люблю слово «учить», я могу просто посоветовать. Делись на них, советы. Ну, как-то у нас было, значит, у вас в передаче уже такой совет, но я повторюсь, чуть-чуть только изменив его. Значит, ну, всем известно, вот есть банки Кока-Кола, напитки, да, это ключик от них, можно его одевать вот так вот на вешалку, тем самым, сейчас я покажу, приготовила. Вот так, смотрите, товарищи. Тем самым вы увеличиваете, значит, возможности плечиков. А, вот смотри, пришли гости. Да. Шкафчик это не хватает на Новый год развесить всех, да? Совершенно верно, то есть, ну, шубы может быть две, только три можно повесить, но, в принципе, вот такое складирование, оно по вертикали занимает гораздо меньше, чем если бы вы вешали вот так вот. То есть, это в разы меньше. Можно организовать также гостей, можно организовать в своем шкафу. Платье. Платье по цвету, допустим, мужские рубашки по цвету. Можно организовать по, как это говорят, по луку. То есть, рубашка, юбка, шарфик, что-то на плечики вот так развесить. Да, точно. И схватила, на корпоратив пошла. Совершенно верно. Вы берете, а у вас уже все здесь готово. Совершенно верно. И в один этот чехол за... Да, можно в чехол. Ну, если чехол, как правило, это длительное хранение. Маша, гениальное все просто. Так, это, значит, первый вариант. Второй вариант. Все знают, как это проблематично складывать футболки. Существует несколько способов. Ну, один из них такой, знаете, трехсекундный. Это когда вы... У тебя трехсекундный, Маша. Нет. Ну, да, совершенно верно. Это когда, знаете, есть, значит, надо зрительно провести вот так вот линию. Горловина, да? Нет, от горловины. Вниз. Вниз по где-то сантиметров 10 от низа. И провести горизонталь. И вы берете вот так вот. Берете вот так. Видно это, нет, телезрителя? Вот так видно, да? Да, сейчас я покажу еще. Пока еще раз, смотри. Вот так надо взять. Короче, в районе животика. Где-то вот так вот. Берете, да. У вас получается вот так футболка. И вот, все. Как ты это сделала? Так, еще раз показываю. Подожди. В общем. Значит, вот раскладываем футболку. Вы зрительно проводите вертикаль от плеча, от верхней торчика плеча до низа футболки. Здесь внизу 15-10 сантиметров отступаете. Берете защипом возле плеча, где-то в середине футболки, вот здесь на 10 сантиметров. А потом вот в эту точку, где я сказала внизу. Вот вы сложили ее, встряхнули. Ой, я штряхнула и сложила. Вот так вот. Все, да. Вуаля. Это один способ. Смотрите. Но здесь можно складывать только футболки. А второй способ, это изготовить... Главное не запутаться, Маша, иначе она будет лежать в шкафу вот так. А второй способ складирования вещей. Есть такой очень хороший. Ну, в принципе, можно купить на доступных пользовательских площадках интернета. Продаются они, называются, по-моему, для складирования футболок и вещей. Есть такая, да? Дощечка. Но можно ее сделать самим. Значит, нам нужно будет изготовить 6 пластин шириной 20 сантиметров и длиной 38. Запоминаем, ширина 20 сантиметров, длина 38. Да. Их нужно будет сделать 6 штук одинаковых. Из картонки, которые там, допустим, у вас осталось от того же самого телевизора, от холодильника. Вторую жизнь коробок. Вторую жизнь, да. Только что говорили от этого хлама избавляться, сейчас говорили нет. Нет, мы выбрасываем, но мы выбрасываем с умом, чтобы оно, так сказать, нам что-то еще послужило. Это как раз вот мы говорили о том, что избавляемся от коробок старых, да? Да. Мы обрезали ее в карточке, а карточки оставляем. Карточки не оставляем, сейчас я покажу, мы делаем из них изделие. Больше того, это изделие может дважды вам послужить, если его еще потом оформить. Вот у нас получилась такая вот дощечка. Ее можно будет клеить, допустим, старыми журналами, ну, какие-то странички убрать, какие-то оставить. Опять же, журналов же куча, мы их должны выбрасить. Да, мы их выбрасываем, в принципе, не надо их у себя складировать. Опять же, журналы можно относить на дачу для растопки. Да, растопки. Очень хорошая вещь. Если у кого-то есть, знаете, этот, как называется, измельчитель, это, кстати, хорошая вещь, да. Этим измельчителем можно измельчить, вообще даже топливо делать. Измельчаете, ну, вот, допустим, мы, можно проклеить. А у нас тоже все готово. А вообще, смотрите, она декорировать решила. Да, то есть, вот мы, ну, опять же, кому-то же не эстетично, что такая вещь на спаля. Картонка лежит. Да, картонка лежит, правильно ты говоришь. В общем, мы делаем шесть прямоугольников. Шесть прямоугольников, мы их склеим. Давай вот так. А я тебе помогу, мы вообще... Нет, не так, Даша, да, сразу видно у тебя. Ну, ладно. Промолчу. Так. Так, вот мы, значит, складываем. Короче. Ой, футболку я уже забыла как, я запомнила, что вот... Сейчас повторим, не волнуйся. От воротника идем до середины вот отсюда, до пузика. Главное правило, футболку нужно обязательно разложить на ровной поверхности. Кстати, вот таким методом пользуются в магазинах работники. Они складывают так футболки. Да. Ну, вот мы сделали вот такую картонку. Картоночку сделали. Сейчас мы еще раз клеим сможем. Машенька, 2,5 минуты. Так, вот смотрите, вот у нас получается вот такая картонка. Вот так. Нам нужно их шесть штук. Да. Шесть штук, Маша, сделали. Я их делала заранее. И, во-первых, если вот вы покроете их лаком, у вас получается, посмотрите, это может быть как скатерть. Если покрыть ее лаком, такая, знаете, на полу хопс разложил, чайок там попил, не знаю, ну, в принципе, мы так делаем. А по факту она вот такая. По факту вот, мы склеиваем скотчем, значит, по горизонтали сначала, и потом две вертикальные нижние. То есть эта часть фиксирована у нас в полотно. Да, а здесь вот они у нас, смотрите, тинь-тиринь-тиринь-тиринь-тиринь-тиринь-тиринь. И дальше что с тиринь-тиринь делаем? Теперь тинь-тиринь-тиринь. Здесь можно складывать не только футболки, рубашки, кофты, свитера. А это же в магазинах так делают. Да, вот смотрите, вы кладете, делаете так, раз, два, три. Па-бам! Маша, ну-ка, дай-ка я, отойди. Знаешь, как детей хорошо к этому приучить. Точно, дочке из картонки сделала. Да, да, хоп, иди. И сказала, что сзади перебери. Маша, что делать? Значит, левая сначала вертикаль. Ой, подожди, вертикаль. Потом открываешь вторую. Другую вертикаль. И верхнюю. Вот, все, Даша, посмотри. У тебя теперь дома вещи будут в порядке. Причем, я еще раз говорю, здесь можно рубашки. Посмотри. Напомни, пожалуйста, размеры телезрителя. 20, 38. 20, 38. И 6 картоночек. Штука одинаковая, чтобы не мучились. Там квадратики. Маша, вот так вот. Вот мы склеиваем три вместе и по горизонтали их склеиваем. И вот так вот. Да. Ну что, дорогие друзья, складываем все вещи правильно, как посоветовала Мария Куницкая. Не забудьте сделать вот такую запасную вещь для своих новогодних луков, чтобы все было вместе. Или для гостей, которые придут к вам на рождественские праздники, вот так вот развешиваем их вещи. И тем самым экономим пространство. Время. Время. И деньги. Сохраняем красоту в шкафу. В шкафу сохраняем, еще и деньги экономим. Зачем покупать эту доску в интернете? Кстати говоря, да. Ну, то есть, можно даже ее, видите, оформить. Ой, Маш, спасибо большое тебе. Спасибо за твои лайфхаки. Я потеряла даже здесь где-то наш сценарий. Ну, в общем, мы готовимся к новому году активно, да, Машенька? И спасибо тебе, что вновь вернулась в город женщин. Всего доброго. Да. И всего доброго тебе. Порядок вам в дом. Спасибо, дорогая. Ну что, сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, ну а после поговорим о том, все-таки мы очистили дом, мы разложили вещи грамотно, и пора бы обновить наш гардероб. Ап-ап. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир, и весь эфир мы говорили о том, как же очистить себя, очистить свой дом, и мы готовимся к новому году. Ну и раз уж мы уже поговорили о том, что мы знаем, как правильно слаживать вещи в нашем гардеробе, мы поговорили о том, куда же деть старые вещи, нужно приобрести новые. Именно для этого в студию мы пригласили Марину Мужчинкину. Она у нас является владелицей магазина женской одежды «Адель». Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Добро пожаловать в город женщин. Ну, конечно же, такая красивая женщина, город женщин, предновогоднее настроение, да, все логично у нас, да. Вот расскажите про магазин «Адель», как давно появился в Якутске, и чем сегодня вы радуете якутских модниц? Магазин появился с 2012 года, мы этим занимаемся. У нас одежда женская, нарядная, повседневная, для работы, для дома, для отдыха. В общем, у нас очень большой выбор одежды. Большой выбор одежды. А как вы считаете, что же все-таки вас отличает от других магазинов? Я считаю, что у нас отличает широкий размерный ряд. Натуральные материалы, хлопоск, глискоза, лен, одежда по сезону. То есть мы все время предлагаем что-то новое нашим покупателям. И, конечно же, доступные цены. Доступные цены, да. Ну и, конечно же, любая модница, наверное, оценивает, что натуральный материал, да. А вот что касается фасонов, у вас все-таки более сдержанные классические или прям такие креативные? Вот мы сейчас видим, кстати говоря, потрясающие. Это новогодняя коллекция, конечно же. Все блестит, да, красивый. А размерный ряд интересует? Размерный ряд 42-го до 62-го вообще в основном. Очень широкий. То есть до 62-го есть? Ну, кое-какие модели тоже ставлены. Хорошо. Тогда мы, конечно же, наверное, прямо сейчас уже совсем скоро перейдем к показу, да. Ну, и вопрос такой. А можно ли у вас, допустим, посмотреть платье в каталоге, да, и подобрать под заказ себе платье? Или все-таки все, что есть в наличии? Можно, можно. Нет, можно, конечно. Можно. У нас представлена российская брендовая одежда таких марок, как Анна Фортуна, Капризе, Мерлис, Кремолиния и другие. Ну, это вот наиболее самых... Популярные, да? Популярные, качественные. Вот. Ну, я прям загляделась на плазу, потому что смотрю и любуюсь. А сейчас, наверное, пора бы уже посмотреть воочию, как выглядит платье магазина «Адель». Для этого мы приглашаем в студию моделей агентства «Тая Моделс», которые любезно помогут нам рассмотреть коллекцию. Пройдемте. Ну что, Марина, прокомментируйте образы. Красота. Значит, образ представлен в платье-шифон. Подклад вискоза стопроцентная. В составе шифона также имеется 35% вискоза. Это платье, ну, как говорится, и в пир, и в мир. И в пир, и в мир, действительно. Да. Даже такая, очень мелкий такой принт, да, но очень красивый. Он сейчас очень в моде, этот принт. Модно, модно. И даже, ну, действительно, и в пир, и в мир можно и пойти на мероприятия, а можно и на работу. Можно и летом, и осенью, и зимой одеть. То есть это платье универсальное. Оно у нас очень нравится покупателям. Уже разошлось в наличии, пока его нет, вот, как бы, это выставочное. Также остались в моде-пайетке. Так бы они, который год уже. Это платье для вечернего случая. Очень красиво. Ну вот, и знаете, мне нравится цвет. Прям очень красивый цвет. Насыщенный, хороший цвет. Так, следующая модель. Тоже это платье. Да, классика черная, оформлена пайетками мелкими, с сеткой в сочетании. Тоже является, это, конечно, образ для праздника. Маленькое черное платье, так сказать. Да, да, должно быть в любом гардеробе. И в первый мир также, да? Да, тоже так же, универсальное платье. Отлично, спасибо, благодарим. Так, следующие модели. Девушки у нас идут. Так, здесь у нас немножечко размеры побольше, да, есть у нас? Также представлено шифоновое платье, подклад, а также стопроцентная вискоза. Тоже это платье идет и с каблуками, и можно его с ботильонами носить, и сверху можно какой-то пиджак одеть. Тоже платье очень универсальное. Ой, а мне здесь понравились рукавчики, да? Вот вся фишка в рукавах, да? Фонарики такие, да? Это шифоновое платье, тоже так же оно универсального назначения. Можно в нем и куда-то в гости пойти, и на вечеринку какую-то, и так же можно и на работу пойти. Вот это платье уже нарядное. А, ну здесь оно такое нарядное, но при этом, знаете, не облегает, да, формы, и, мне кажется, комфортно можно чувствовать. Да, стиль Боха сейчас, он вот такое платье до 56-го размера, то есть... Очень интересно, да, что нет, вот, да, знаете, таких прям кричащих цветов, да, или нет кричащих таких каких-то, значит, блеска, да, или еще что-то. Все очень сдержанно так, лаконично и красиво, да? Спасибо большое. Ну, а что же сказать про дамы, обладательницы пышных форм? У нас тоже есть для них, мы можем тоже представить для них одежду. Вот она. Пожалуйста, посмотрите, какое элегантное платье. Вот оно, черное платье, да, красивая сеточка, да, а какое декольте красивое, с запахом. Талия, да, жемчужная нить. Шикарно, да? Очень красиво, талия подчеркнута. Можно чуть-чуть вперед пройтись, показать красоту, вот, красота. И знаете, платье тоже и впервые в мир, как вы видите, да? Да, 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 вот у нас такие платья, в основном, они универсальные. Строго? Ну, мне кажется, на новогодний корпоратив прийти, вот так показать. Вполне, вполне. Вполне. Спасибо большое, хорошо. А что касается акций, Марина, есть ли в вашем магазине акции скидки, потому что это всегда интересно всем. В нашем магазине постоянно есть стойка, где предложены товары со скидкой 50%. Они также хорошего качества, они также популярны. Ну, когда заканчивается сезон, например, что-то осталось, либо по одному платью остается. Чтобы это все не залеживалось, мы это все со скидками продаем. Ой, вы знаете, Марин, все-таки Новый год Новым годом, а возвращаться-то на работу надо. А, да, да. И январь тоже не за горами, да? И я знаю, что в вашем магазине представлена коллекция именно для повседневной носки, для работы. Давайте посмотрим. Давайте. Они у нас есть в шкафу, пройдемте. Ну что, у нас здесь есть такая, знаете, интересная коллекция для работы, так сказать, да? Ой, я люблю, люблю, люблю. Нет, вот это не надо, вот это открываем, опускаем. Ой, красота. У нас тут целая система. Вот для работы платье очень хорошее. Ой, это мой старый запах. По 56 размер. С 42 по 56. Очень красиво, повседневная носточка, модно, да? И самое, хочу подчеркнуть, что в наших тканях присутствует вискоза, вот в этих моделях 75% вискоза. 75% вискоза. Да, 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 вот такая модель есть. Это представлено с 44 по 50 размер. Ой, а вы обратите внимание, это что? Это вельвет. Вельвет, а какой цвет, девочки? А еще и тепло, модно, тепло, мягенько, не замерзнете. Даже если у вас в офисе прохладно немножко, да? Хорошо. Вот для холодных наших зим 30% в шерсти, 70% в пан. А, это такой костюмчик шерстяной. Юбка на подкладе, да, 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 это костюм, да. Ой, это же тоже моя тема. Посмотрите, я уже в нем себя чувствую комфортно даже так, да? Вот такая кофточка, да? И вот она. Мило, красиво, да? Хорошо. Еще что у нас есть? Так, вот такое платье тоже для работы можно предложить. Оно на поясочке идет для офиса. Оно с 44 до 50 размера так же. С 44 до 50, вот. А цвет-то какой, да? Шикарно. И еще бы хотела представить платье лен с вискозой и лен с хлопком. Вот тоже очень комфортное. Ой, тот самый лен. Красота. Посмотрите, и с ботиночками большими, вот такими объемными, и с туфельками, да? Ой, красиво. Лен, он, конечно, все равно сам за себя говорит. Тут и слов не надо, да, лишних? Хорошо, спасибо большое. Это что касается возвращения на работу в январе. Ну, а мы продолжаем говорить про наш Новый год. Вечернее платье от магазина Адель. Девушки, проходите. Еще три образа потрясающих. Первая модель. Здесь нужно обратить внимание на фактуру, да, ткани. Да, здесь очень интересная фактура ткани. Также она является универсальным. Можно в нем пойти и на праздник. На другие какие-то мероприятия. Надеть вот серебряные крысы, жаляуна. Да, сюда еще нужно, да. Серебряное украшение, и будешь богиней вечером. Да, красное платье тоже всегда остается модным и нарядным. Это платье для торжественного случая, конечно. Очень красиво. Длинное платье. Мне кажется, здесь нужно обладать высоким ростом, да, чтобы это все выглядело так устанченно. И здесь у нас еще одно черное платье. Это вот тоже новинка. Вот все платья представлены, это все новинки этого года. Нигде в прошлые годы в других магазинах, нигде вы этого не найдете. Добрительницы, да, модницы, дорогие. Обратите внимание, новая коллекция, это только новая коллекция. Повторов не будет, да. Хорошо, спасибо, девушки. И еще есть у нас три модели в темном цвете. О, здесь бархат вижу. Я люблю бархат, и вот он идет. Это платье 42-го размера, оно имеется у нас до 52-го. Да вы что? Платье шикарное, конечно. Типа снегурочки что-то, да, такой образ. А посмотрите, как видно талию, да. К Новому году, да, да, также к Новому году подходит такое платье. Ну, то есть оно очень красивое, да, действительно, я с вами согласна. Люрекс. Да, люрекс также к Новому году всегда актуален. Всегда, да, мне кажется, это из года в год. Да, это... Беспроигрышный вариант. Ну, вот такое платье черное. О, здесь такое кружева, да? Кружева. Да, кружева с сеткой комбинированной. И прям ты в нем богиня, да, тоже. Несмотря на то, что все представлено в таком темном цвете, да, есть какие-то такие прям фишки, да, которые делают. Здесь бархат, да, там сеточка, здесь кружево, здесь люрекс. И у нас еще одна модель есть, плюс размера. Хорошо, спасибо большое девушке. Так, ну, мы немножечко давайте все-таки поговорим с вами, Марина. Вот вы готовитесь к Новому году, гардероб свой, как хозяйка магазина. Я одеваюсь полностью в своем магазине. На мне тоже платье, конечно же, с нашего магазина, фирмы Капризы. Да, вот так вот. Та сама себя рекламирует, да? Да, да, да. А гардероб-то свой обновляете перед Новым годом или некогда? Обновляю. Обновляете, да? Хорошо. Ну, и еще у нас, да, одна модель есть. Мы говорили о том, что дамы, обладательницы пышных форм у нас, да, всегда в поисках в нашей столице себе платье мечты, и вот оно, платье мечты. Вау! Какой принт? Платье-шифон, подклад также стопроцентная вискоза. Размер этого платья с 44 по 56, то есть с пышными формами, да, вам тоже вполне подходит. Ой, как красиво, да? И главное, вот ничего не обтягивает, ничего нигде не тянет, да? Очень красиво. Очень комфортно, и посадка хорошая в наших классах. А, кстати говоря, можно одеть и на праздник. Ну, на любой, да, это вообще как бы, да. А потом на работу ходить. Да. Отлично, спасибо большое. Проводим нашу модель. Ну что, до окончания нашего времени осталось совсем немножко, да? Что бы вы могли пожелать всем жителям нашей республики? Вот, камеру. Я, конечно, бы хотела пожелать всем здоровья, счастья, успехов, исполнения всех желаний, радости. И, конечно же, красоты, наверное, да? Да, 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 и чтобы все женщины были у нас красивые. И сказать всем своим покупателям огромное спасибо, что они к нам приходят. Мы их всегда ждем, и мы им очень благодарны, что они у нас одеваются. Ну что, а мы благодарим вас, Марина, за то, что посетили город женщин. Конечно, желаю магазину Адель процветания. Дай бог, чтобы с помощью вашего магазина наши модницы все становились краше и краше. Я думаю. На этом наш эфир подходит к концу. Увидимся ровно через неделю.